Всем привет! Наконец Стив опубликовал тизер-трейлер финального эпизода 5. Мы видим здесь панораму городского кладбища с могилами и слышим нагнетающую музыку. Скорее всего здесь покоятся жители апартаментов. И тут мы видим могилу Сала, что кстати говоря опровергает все теории о том, что Сал мог выжить или казнь на электрическом стуле была сном Эш, ну и так далее. Далее идёт надпись и название эпизода Memories and Dreams, то есть воспоминания и мечты, а дата релиза 13 декабря 2019 года. Сразу скажу, я обязательно буду её стримить, а вы будете смотреть на это и есть стекло под финал. Внимание! Канал Pogos Yun предупреждает. Употребление стекла вредно для вашего душевного и физического здоровья. Продолжаем. В первую очередь давайте разберём кое-какие любобытные детали. На надгробии мы видим даты жизни нашего героя 1976 по 2004, то есть на момент смерти Салу было около 28 лет. Благодаря этому мы можем приблизительно узнать, когда происходили события эпизодов. На надгробии Дианы Фишер мы видим год смерти 1984, значит на момент трагедии мальчику было не 6, как многие думали, а 8 лет. На момент первого эпизода Салу было 15 лет, то есть год тогда был 91. Второй эпизод происходил приблизительно через полгода и зимой, то есть промежуток от декабря 1991 до февраля 1992 года. Третий эпизод также проходит через полгода. А учитывая, что наши герои учатся в школе, разумно предположить, что не раньше сентября 1992 года. Чётко было указано, что после события колбасного инцидента прошло 5 лет, то есть год в эпизоде 4, 1997. Исходя из этого, следствие по делу о массовом убийстве длилось 3 года. А в 2001 году уже был суд над Салом, где ему было на момент событий 25 лет. После оглашения приговора прошло 3 года, и получается 2004 год. Казнь Сала. Так что такие дела. Когда камера фокусируется на протест, то мы видим 3 пирамиды. Секретный квест или нечто другое. Вспоминается тот самый размытый скрин из твитера Стива. Может быть, как раз это и были пирамиды? А красное пятно намекает на Красноглазого? Но это очевидно, ведь это финал, последнее противостояние, всё должно закончиться. Как я вижу сюжет эпизода. Сал не будет воскрешён в обычном мире. Не хватало ещё и зомбаря. Поэтому он продолжит расследование в параллельном измерении, где ему будут помогать Розенберг, Джим и Терренс. Сал как-то постарается связаться с Сэш, с просьбой со своей стороны помочь ему, как было в конце 4 эпизода между ним и Ларри. Это было бы очень круто, если бы можно было весь эпизод играть как за Сало, так и за Эш. Красноглазый демон не будет сидеть на месте и постарается помешать Эш в реальном мире, используя Тодда как сосуд там, ну и, конечно, культистов. А в Труформе будет мешать Салу в параллельном. Очень надеюсь, что всё-таки раскроется истинный виновник в травме Сала и гибели его матери, а именно тот самый собакоголовый лидер. Некоторые мои коллеги и фанаты склонны думать, что этот собакоголовый – это пастор, отец Тревиса. Ну, как говорится, поживём-увидим. Уверен, что Стив раскроет все тайны. Что думаете об этом? Пишите в комментариях. А на сегодня всё. Всем пока. И, ребята, давайте без стекла. Субтитры создавал DimaTorzok